Астана – город притяжения для тысячи абитуриентов со всей страны. Ежегодно в стране выпускаются около 150 тысяч школьников, и всем им необходимо высшее образование. До 2010 года будущие студенты могли поступить в зарубежные вузы либо самостоятельно, либо через программу «Булашак». Но может ли она обеспечить всех выпускников международным образованием? «Булашак просто бы не справился с этой задачей. Невозможно». Однако страна нуждается в новом поколении новаторов и профессиональных кадров. Поэтому руководство республики принимает решение о создании собственного университета мирового уровня. Другими словами, национального бренда высшего образования Казахстана. Назарбаев университет разработал Кисю Куракава, известный японский архитектор. Кстати, он же является автором генплана Астаны. Решение о строительстве вуза мирового класса было принято в 2006 году, а уже через 4 года образовательное учреждение распахнуло двери для своих первых абитуриентов. Кстати, к тому времени была построена только вот эта вот часть, но уже тогда она поражала своим дизайном и атриумом площадью около 10 тысяч квадратных метров. Вот чтобы вы понимали, масштаб – это больше, чем футбольное поле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строили этот корабль, но как самолеты летим и строим, собираем этот самолет. То есть сроки были сжатые. Это сейчас. Мистер Чинви может говорить о тех годах метафорами и с улыбкой, но в 2010-м перед коллективом стояла задача не просто построить очередное учебное учреждение, а архитектурой и масштабом здания заявить всему миру о новом витке в системе образования Казахстана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда создали наши инфраструктуры, мы понимаем, что нас будут сравнивать с ведущими вузами мира. Поэтому нам нужно было именно создать инфраструктуру мирового уровня. И все, кто приходит к нам, наши преподаватели, они на самом деле оценили, что действительно... И с помощью этого нам удается привлечь ведущие исследователи и ученые мира. Такую инфраструктуру не встретишь ни в одном вузе страны. Территория свыше 100 гектаров, на которой расположены административный корпус, учебные блоки, спортивные сооружения, жилые кампусы, парки и научные лаборатории. Тут у нас находится пост охраны. В каждом блоке у нас сидит представитель контрольно-пропускной службы. Они следят за безопасностью и порядком. Один учебный блок состоит из шести этажей. На каждом современной аудитории и лаборатории, где студенты ставят опыты, строят роботов и создают новаторские идеи для различных отраслей. В Турции как нормально графиком идет, к погоде могу... Там из них погода, думаешь. Внутри ничего не делаешь, сразу фасад сюда, сразу закрываешь, потом внутри работаешь. Такая система из них, потому что времени мало. Зимой очень большое время. Шесть месяцев, семь месяцев правильно, зимой холодно. Поэтому, да, это тяжело. Еще в ветер сильная здесь проблема. Строительство продолжается и по сей день. По плану все работы завершатся в 2020 году. Как рассказывают преподаватели, многие аудитории пришлось перестраивать, согласно политике вуза. Многое пришлось переделывать. И до сих пор переделываем, и присоединяем, и расширяем эти здания. Потому как, когда мы приступили, мы поняли, что вот то, что построено, оно не совсем подходит под те задачи и научные, и академические, которые нам мы поставили высокие задания. Многие спрашивают, пальмы живые или нет. Мы с уверенностью заявляем, что они живые. Они заведены в северных районах Африки. Атриум – это как бульвар. Здесь вам и кафе, библиотека, зоны для отдыха и даже фонтан. Но в целях экономии воды его включают только по особому приятелю. Это, можно так сказать, самый центр всей жизни. Здесь мы пересекаемся как работники, так и студенты. Атриум построен для того, чтобы объединить все академические блоки воедино под одной крышей. Получается, для перехода из одного здания в другое студентам не нужно, допустим, в холодное время года, зимой, не нужно одеваться. Они свободно, так же, как при комнатной температуре передвигаются. Атриум нами был предусмотрен с тем учетом, чтобы соединить учебные корпуса с кабинетами руководящего состава. Кроме того, в Атриуме предусмотрено озеленение, включая посадку палем. Это дерево даёт человеку визуально тёплый климат и создаёт приятную атмосферу. Однако, по задумке автора проекта, Атриум является ещё и главной осью здания, идущей от запада на восток, тем самым символизируя и географическое расположение Казахстана в центре Евразии. Другая ось, перпендикулярная первой, показывает движение от прошлого к будущему и вдохновляет студентов уважать родную культуру, историю и в то же время способствовать развитию своей страны. Что удивительно, передвигаться между блоками здесь можно, не выходя на улицу. Разработчики учли очень суровый климат Астаны и сделали вот такие вот специальные переходы между зданиями. Они называются Skywalk, если дословно переводить, небесные прогулки. Так вот, длина этой небесной прогулки 390 метров. Вот если бы в Назарбаев университете обучался бы самый быстрый человек в мире, Усейн Болт, который преодолевает 100 метров почти за 10 секунд, то вот это вот расстояние он бы, наверное, пробежал бы за секунд 40. Но вот что-то мне подсказывает, что местные студенты во время сессии преодолевают эту дистанцию гораздо быстрее. Много народа есть здесь, африканцы, много есть. Они приходят, сразу контроделают, приедут, через 2-3 месяца, это зимой много времени. Я тоже, когда 7-й год приехал, тоже вообще я в шоке, как будем строить, как будем жить. Они сразу уходят. Людей, семья очень тяжело, это зимой 6 месяцев, потому что очень сильно иногда. Скайвок раньше не был. Это мы потом придумали, заединили, делили. Дальше будет они делать скайвок полностью. И здесь в Назарбаевском университете еще школа есть. Туда тоже хотят они заединить. В каждом блоке, получается, у нас есть атриум, где студенты могут заниматься, учиться или собраться и провести время вместе. Один такой кампус совмещает свыше 500 студентов. Проживание по 2 или 4 человека в комнате. Здесь вот двухместное проживание, два студента, здесь два учебных стола у них. Условия, скажем, не просто тепличные, а почти all inclusive. Специально для студентов на первом этаже общежитий открыли супермаркет, обувную, ателье, прачечную, кинотеатр и даже собственную поликлинику, где каждый студент в рамках своей страховки может пройти медицинское обследование. Одним словом, город в городе. Но это сейчас, а вот 8 лет назад. Мы должны были за две недели подготовить аудиторию и общежитие для студентов. И я помню, как мои коллеги носили на спине матрасы для общежития. Это было настоящим приключением. Вот здесь вот у нас покрытие, это технология, если не ошибаюсь, такая же, как и в Ханшатыре. Там воздушная мембрана находится, то есть зимой тут, соответственно, тепло, летом прохладно. Под куполом разместили многофункциональный спортивный центр. Здесь каждый найдет занятие по вкусу. Посещаемость около 300 человек в день. Из-за того, что здесь в университете, так скажем, учеба не дается так легко, очень много студентов, которые занимаются боевыми единоборствами, выплескивают негатив, так скажем. И эти груши мы меняем очень часто. Назарбаев в университете есть четкая политика по снижению воздействия на окружающую среду. Поэтому на каждом шагу вот такие вот ящики по сбору пластика и бумаги. А на территории выделили 4 гектара подсолнечной панели. В будущем они покроют 10% потребляемой энергии. В соответствии с нашей политикой машин вы не заметите, их очень мало на кампусе. Все они, скажем так, или в парковке, или в специально-отведомных местах. К новому учебному году здесь готовятся основательно. Для приема новых студентов построили две пирамиды. Они зеркально перекликаются друг с другом. В одной из них разместят музей университета. Достраиваются еще и два блока общежитий. А в ближайшее время на территории начнется медостройка по расширению учебных блоков. Так как ВУЗ нацелен на увеличение количества студентов в два раза.